Текст, написанный на древнем письме, пока никак. Может, не текст, но я так понимаю, что это больше как образы и в определенном сочетании оно несет в себе определенные образы. Точно так же, как тот же оберег, о котором ты говорил. Да, да. О котором ты сегодня уже упоминал. А раз мы уже закончили обзор. Не знаю. Я так понимаю, вы уже закончили обзор священного. Мне вместе позвонила, люди в Пропетровской идут, попали в грозу, ехать не могут, стоят на дороге. Он сильно льет, а не видно вообще ничего. Я говорю, просто я бы хотела, чтобы мы его очень познакомились с Володей. Он очень интересуется темой, и он вокруг себя начинает молодежь собирать. Я всегда готов к общению с праведными славянами, если кому-то что-то подсказать, или если кто-то мне что-то... Духовного развития скажет, или как, или если какие-то уже не слова, а совместные действия для отчизны, для духовного возрождения, то это только за это. Я ради этого как бы все и делал. Мы сейчас заканчиваем регистрацию как общественной организацией, которую занимаемся и как раз. Нет, все я живу. Да, я здесь я рисовала в нашей школе. Видите, лучевая. А у нас в школе есть лучевая. Я в Крыму видел такое, там, остатки старого храма, видать, такого, да. Вот я такую звезду видел, она там очень интересная выглядит. Она из одной в другую переходит, так, и продолжит. Я видел, очень она там сделала. Да, да, такие интересные вещи. Ну, я тебе фотографии показываю. Ну, интересно, что если в этой звезде, которая здесь, это правья и гнать, соединены, а там уже конкретно перетекают силы Всевышнего одна в другую. Там из одного в другое вообще переходит. То есть это одна и та же сила. А здесь уже она показана в разделенном виде. В разделенном, но как оно во Вселенной присутствует, правья и гнать, они все равно вместе взаимодействуют. Но они уже отделены одно от другого. Такая интересная, янтаром получилась. Да, я думаю, что это было. То, что нужно, собрало, но все равно это вот не будет. Нет, это мой наворот охранник. И я его подарю всем, кто может поставить его. Ну что, можно задавать вопросы из других тем? Нет, ну... Я же как-то уже готов. Ну, вот что? Ну, ты же знаешь, меня это интересует. Какая тема, как все устроено. Да, и ты мне сказал еще, когда шел о том, как поглинуло стекло. Немножко не так. И я прямо здесь уже готов подать. Нет, я немножко не о том. Смотри, то есть, весь мир тогда получается собран из единообразных... Ну, то есть, все собрано... Из качественно одинаковых искор. То есть, точно так же, как здание строят из одинаковых кирпичей. Да. Точно так же и весь мир собран из единообразных искор. Да. Ну, все определяет, да, все разноплановость мира. Это определяет разные соединения стихи. То есть, насколько по-разному они друг с другом зачитаются? Где-то истры, например, они соединились таким путем, что из них сделано... Ну, это как кирпичи. Из них что можно? Из них пирамиду можно построить. Из них можно здание построить. Из них можно колонну какую-то высокую построить. Так же ж? И даже трубы строят, да? И это будет совершенно разное образование. Конструкции совершенно разные. И если смотреть сверху, откуда в этом, мы кирпичей не видим. Мы видим, что это разные объекты. Ну, в общем, да, если издали посмотреть... Или издали сверху, или как-то так отдаленно на это смотреть. Совершенно разные объекты. Так, поэтому... А если еще, представьте, из этих совершенно разных объектов что-то такое сделать, и еще отдаленно на это смотреть. Я понимаю, да. Еще отдаленно. А разница в чем получается? Что из кирпичей сначала создаем здание. Да. Если мы видим это здание в целом, то кирпичи как бы отдельные не раскладываются. Из кирпичей строим несколько зданий разных. Из них получается город. А когда мы на город на весь сразу посмотрим, то тем более кирпичи не видим. Да мы не видим уже ни кирпичей, и зданий не видим. А когда смотрим на планету, то как сейчас, по ночам, как светящиеся точки большие народа. То есть там уже непонятно, здание, не здание. А если издали, то этих сейчас еще и цветочек не видно. Наша планетка маленькая. Есть еще дальше, планетки не видно. Где-то далекая, маленькая звезда. А если сравнить размеры звезд, то Солнце далеко не самое большое. Есть светило намного большего размера. А их миллиарды в галактике. А галактик миллиарды. А вот это все находится в ограниченности. Ограниченность находится в ничего. Ничего находится в пространстве. Это все находится в сваре, в безграничности. Это все находится на определенной плоскости. Это все находится в мировом яйце. Таких яиц целое кольцо, которое является всего лишь одним из колец. Тоже такое сферическое, центрованное в таком объекте. Оно находится в шаре. Этот шар находится в луче. И все это, это маленький куточек духовного мира. Как написано, Адрия? Мне так пришло в голову, когда мы начали учить физику, а потом астрономию. Физики, азиатома, астрономия и семью. Я когда первый раз это прочитала, посмотрела, у меня был шок интеллектуальный. Знаешь, ты подумаешь, у нас шок интеллекта, которая валяет на какой-то непонятной планете. И непонятно, какого размера эта планета. Не просто академенюка, а маленькая частичка в этой академенюке. И вот сейчас говорят ученые, да, там славяне это придурки какие-то, что-то они там придумали. Сказки писали, в муравьях кто-то превращается, через стену проводят. А, ну, что-то сказки я придумал. Есть сказки хорошие? Ну, есть, наверное. Нам нужны сказки. Мы сейчас школу детскую делали. Наши настоящие сказки, как сегодня. Да, надо будет прояснить, да. А что, есть плохие сказки? Есть. Про красную шапочку, которую вспорола живут в боку. Ну, так то чужие просто сказки. Ну, так, а надо же свои. Да много современных сказок, даже былины, те, которые вроде как наши, там тоже много искажений. Если заняться... Это вещи-то вообще типа, а то, что мы работали. Да, да, полностью совместно. Я думаю, Махабхар же прекрасная сказка. А опять Диму подписывай частушки? Ну... Да нет, сама Махабхарата. Изучать, изучать эти частушки, по крайней мере. Ведь Махабхарату ее тоже можно как сказку сказать. Да. Да, не согласен. Твоя задача это перевести на твои арки. Стоп, не согласен. Почему? Потому что непривычное для нас. А дети, которые только как бы родились, только начинают познавать мир, до них все непривычно. Если им сначала такие имена говорить, ну, да, восприму. Кроме того, это я говорю, почему Махабхарата, например, как первое. Потому что наше писание еще не есть. Можно взять и почитать ту же Вересову книгу и историю из нее рассказывать в эксказе. Да. Славяно-арийские Веры. Да. Славяно-арийские, те, которые издает Евгеневич, из магазинов эзотерических. Да. Но это не рахманская традиция, это конкретно авторство Александра Юрьевича Евгеневича. Ну, тут интересная, Ваня. Момент-то интересный, Евгеневич сам по себе интересный. Как в хорошем, так и в плохом плане. Но то, что он сделал, то, что он издал хоть что-то, за это уже ему огромный плюс, огромное почтение. Всем, кто сделал хоть что-то в этом направлении, огромное почтение и огромная благодарность. Но что касается именно вот этих вот славяно-арийских вет, да, замечательная, интересная вещь, очень интересная информация, которая мне там передается. Но люди, которые их изучают, почему-то становятся фанатами. Не согласен. Отвратить нужно от чего угодно. Некоторые фанатерируют Куровского так же сам. Не вонражают. Вопрос не в этом, вопрос в том, что вот именно вот это вот состояние... Вопрос в том, что есть некоторое формирование секты Энглингов. И секта Энглингов, они уже там фанатики, Хиневич для них чуть ли не бог и так дальше. Ну, меня как раз этот вопрос и пугает. Те, кто рассчитают Чудинова, фанатеют от Чудинова так же сам. Там есть что-то в тексте? У Чудинова? Что делает людей фанатиками? Люди сами хотят быть чьей-нибудь фанатикой. Некоторые христианства фанатеют. Некоторые находят какую-то певицу или певца от них фанатерируют. Ко мне там ВКонтакте добавилась какая-то вообще непонятная девочка, которая добавилась ко мне исключительно... Что? Нет. Не знаю. Да. Наверное, нет. То есть она ко мне добавилась ВКонтакте и начала со мной общаться. Исключительно потому, что решила, что я чем-то похож на Сергея Замирова. Ну, один из современных деятелей таких. И только поэтому она добавилась, и только поэтому от меня что-то хучит. То есть она настолько тому зверю поклоняется, что во всех уже видит его в плане. Это который ничья-то месячного понят. Ну да. Да, вот он что-то в исполнении. То есть это все равно, что я не знаю. Ну, в общем, меня это... Ну ладно, то есть как бы это уже невидическая тема. Просто люди фанатеют от разного. Просто они хотят фанатеть. Что можно сделать? Ну, такие вот. Низкий уровень сознания. Ну, тоже, по большому счету, это качество преданности, это качество... То есть правильно направить просто... Ну да. Так это качество, когда оно преданность... ...чем те три негра, которые, если я натяжу, я тебе не могу, я по-русски. Я согласен, что качество преданности, оно прекрасно в каком-то степени. Но когда это качество превращается в такой вот фанатизм, который во многих религиях присутствует, оно не надо тому, кому люди, так сказать, фанатеют. Иисусу крестовые походы никак не надо были. Он евреев учил, возлюбите ближнего, он пришел к ним, увидел, они ненавидят окружающие народы. Они там в храме, там в крови купаются животных, голубей убивают. Кто он этих голубей повыпускал? Он говорит, ну возлюбите ближний, там, его жизнь, жизнь это как крик, это как молитва Богу. На это все наплевали, жестоко так вот наплевали на это и пошли в крестовое походы. Убили ли его сначала? Даже убили то, что его, я думаю, это ему не доставляло такой боли, как крестовая похода с его именем. Вы его именем. Да, лежит на нем. Это не совсем на нем лежит, но для него, я уверен, это было очень больно. Вышний Всевышний. Поэтому, вот, например, Прабхупада. Очень разумный, очень великий человек, святой. Красивый. Из полусумасшедших наркоманов сделал браманов, возвысил их до ведической культуры. И современное общество, сознание Кришны, это совершенно же разные вещи. Там уже через каждого хванатик. А они там, одни меня даже анафеме предавали. А они что, умеешь христианские ограды делать? Ну, у них кришнеевская анафема есть, наверное, уже. Уже не знаю. Ну, это отдельная история. Поэтому, я не думаю, что там где-то в славяно-арийских ведах есть какие-то НЛП-программы, которые люди делают фанатиками. Я не думаю, что это... Нет, я не знаю этого видео. Мы еще говорили от него каких-то авторов. Мы говорили о так называемых славяно-арийских ведах. Это вот конкретное название Сирии. А, то есть там же как-то четкий перевод, как Библия, да? Это перевод без авторских комментариев. Там нет перевода. Там перевод как раз. Там будет изначального текста. Там только переводы, только его части. И даны комментарии Химеевичу. Этот текст называется «Славяно-арийские веды». То есть само это название, это уже выделяет его из ведического контекста вообще. Потому что, например, у последователей рахманской традиции сразу идет сбой программы, когда они видят название «Славяно-арийские веды». Смотрите, термин «славяне» означает, как сейчас бы сказали, религию, религионную. То есть означает вероисповедание наших предков. Ненациональность. Нет. Просто почему потом это стало национальностью? Потому что... Ну, допустим, представим ситуацию, когда сейчас все, которые... Люди исповедуют христианство, как объединятся в какую-то языковую обществу, а вокруг будут совершенно чужие. И вот они будут только между собой общаться. Потом их на общность тоже распадется. Но они останутся помнить, что они народы христианской общности. Так и наши народы – это народы славянской общности. Другие народы отошли от этой общности. Эти народы остались быть народами славянской общности. Поэтому сейчас они известны как славяне. А «Арэвычи» – это уже больше национальное название. То есть, потому что от отца Ория, от прародителя, Бога истины происходит. Хоть с другой стороны, термин «Арии» в высшем понимании – это тоже не столько национальность, сколько умонастроение. Почему? Потому что «Ара» – это имя Всевышнего, «Ар» – это противоположность от «Ара», «И» – это истина, «Е» – это трансцендентность. Живое существо, познавшее трансцендентную природу Всевышнего и свое отношение к нему, то есть, что мы качественно равны ему, но количественно мы не он и так дальше. То есть, здесь очень много можно мудрости ведической вытащить только из этого слова. Но славяно-арийские веды, оно чего бы и нет. Оно как-то получается очень коряво, само вот это название. Наши ведические описания рахманская традиции, они не называются славяно-арийскими ведами. И в принципе, если так вот и индусов послушать, и наших послушать, и почитать, то будет понятно, что как-то сильно уж привязывать веды к какой-то национальности вообще не совсем целесообразно. Вот с какой-то стороны, да, надо, я думаю, что уточнять, что есть индийские веды, сохраненные в Индии, есть славянские, сохраненные у славян. Но вот полностью уже привязать индийские веды только к Индии, сказать, вот только индийские, ничем больше, это глупо. И так же самое наше. Понимаешь, кстати, вот славян, индийские веды, они действительно все это время были на виду, они все время с ними занимались. Брахаих, христики, работа, да, в Индии. И там сохранились традиции, что она до сих пор была, как была, так есть. А у нас сейчас эти веды, вдруг откуда-то появились. Понимаешь, их не было тысячу лет. И сейчас вот, знаешь, чисто такой вот вопрос, откуда они взялись. Ну, в Индии другая историческая совершенно ситуация. В Индии не было такого христианского нашествия. Было мусульманское нашествие. Не сказал бы, что лаяльно. Да, они и уничтожали многих индусов. И было такое, что там индусы налог платили и так дальше. Тотально не было. Нет, культуру они тотально не уничтожали, но репрессии были старшими. Потом англичане издевались над индусами. Но так или иначе, не было официального запрета на индусскую традицию. Индусская традиция существовала официально, по-моему. Знаешь, я сейчас очень... Я и сейчас уже истерно, когда-то очень серьезно пыталась изучать, пыталась что-то разбираться. И я точно помню, что про... Скажем так, на конец 80-х годов славянских текстов, которые были написаны на предыдущих, чем у Кириллитов, вот текстах, еще в логольце есть несколько документов, да? Уничтожили полностью, сожгли все, что было. То есть, литяне уничтожали полностью все письмо. Часть уничтожали, часть просто сохранилась в небольшом количестве в разных закрытых традициях и культа. А часть... Ученым это не попалось. А часть даже известна ученым. Нет, там у них есть музеев, только закрыт. И это тоже есть. Но часть даже известна ученым, но они не знают, что с этим делать. Есть ряд текстов и ряд отдельных надписей, которые современные ученые изучают, которые только спорят о том, что это, как это изучают. Например, и в моей книге по Аум-Арасе я буду приводить фотографии камней, фотографии осколков посуды, где приведены надписи. Это не у нас хранится и не у меня лично. Все оно хранится и в музеях, и в официальных каких-то коллекциях. Все это знали и изучали историки и археологи на протяжении всего этого времени. Но они этому не сильно придавали значение. Кроме того, вот в школе вы изучали, что у Скифовы были монеты? Да. Да? У Скифовов было, но не светалов уже монеты. Лично я в школе не изучал, что у Скифовы были монеты. Я четко помню... У нас есть, в Крымическом есть, я знаю, что у Скифовы были монеты. Но, вот если взять школьную программу, там нету монетов Скифов. Может быть, учительница как бы какая-то кому-то и говорила. Может, так. В классе отцепно прозвала. Может, так. Была в Крымической школе. То есть, это тоже зависит от разности школы, от разности всего. Но многие сейчас, те, которые учились в других школах, где такого не было в программе, они не знают, что были Скифские монеты. Хоть официально известно, что они были. Но даже те люди, которые знают, что Скифские монеты были и есть, не знают, что на них есть надписи. А на них есть надписи. Вот завтра я планирую, наконец, там в музей пойти. То есть, если мы попадем в музей, и если там будут Скифские монеты, я даже покажу надписи. Если, например, в музее мы монет с надписями не найдем, я готов залезть в интернет, найти там. Все это есть у меня отдельно скачано, разобрано, где я дал даже переводы, как оно переводится. А историки что делают? Они берут, это классифицируют, про надписи не пишут. Они не читаются. Да, или говорят, не читаются. Или еще попадалось мне другое. Какая-то установка. Потому что, смотри, египетские надписи, которые никто никогда не мог прочитать, мужич. Да есть установка. Первая установка какая? Так, что египетского народа не сохранилось. В очень малом количестве. Копты. Они еле-еле присутствуют в Египте. Как большая этническая группа, их нет. Не-не-не, и хопты, и арабы, и сейчас очень много притесняют на сегодняшний день. Поэтому в геополитическом понимании от доказательства того, что была древнеегипетская культура, единственное, кому выгодно государству Египет, что туризм. И все. Других последствий нет. Современные египтяне не имеют никакого национального отношения к древним. Они не имеют права претендовать на что-то. Я в Барселоне познакомилась с коптами. Удивительно красивые люди. Я никогда не видела таких благовольных людей. Это достоинство, воплощенное достоинство. А, кстати, знаете, что означает их название? Их название происходит от древнего названия сэкоптах. Сэкоптах – это древнее название Египта. Я не сенеглаз. Изначально он назывался сэкоптах. Потом стал называться хокопта, хокипту, хокипту. Так возникло слово негит. Сэкоптах – это чисто славянское слово. Сэ – это. Или по-украински – цэ. Ко. Руно направление мы до сих пор говорим. Стенки в двери, ко мне, к тебе, там. Это на самом деле. К. Ну, до сих пор так уж говоримся. Та – имя Всевышнего. Сэкоптах. Что здесь, где здесь, непонятные нам слова. Я лично читал тексты пирамид. Почему? Потому что я взял официальный перевод. Я там вообще чуть мозги не расплавились. Читаю. Фараон хотел зайти на солнечную ладью, чтобы заняться мужеложеством со Всевышним. Мне плохо от этого текста стало. Я думал, как? Фараон. Умный. Развитый. Земной бог. И тут такое. Еще со Всевышнего. Думаю, ну что же это такое? Взял текст. А там книга, которой я пользовался. Там дается как современный официальный перевод, так и фотографии древнего текста. Это меня спасло. Я взял древний текст. Взял, как официально дается как читать египетские тексты. И очень легко начал читать, потому что я знаю правила чтения славянской героглифики. А правила получаются те же самые, что у славян, что у египтян. Вот со словами некоторыми мне было чуть-чуть сложновато, но я нашел словари тоже современных ученых. И даже с детерминативами разобрался. Они тоже схожи на детерминативы, которые присутствуют в славянской героглифике. И очень хорошо это перевел. Не для какого-нибудь мужеложества. Для слияния сознания. Но для переводчиков, как слияние, как соединение, а соединение сразу для них, какие другие образы могут возникнуть. Вот как соединение, совокупление. И такой перевод ужасный сделан. Представляете, насколько низкие, насколько низменные те существа, которых мне тяжело назвать человеками, которые делают вот эти переводы. А представьте, когда люди учатся по этим переводам и думают, ну всякая дрянь нормальная, почему вот фараон там, чего бы, так сказать, и нам этим не заниматься. А дальше читал эти тексты. Там говорится, жрец подносит богу Василису ногу. Там руку, окон. Тоже там ужас. На улице вяза был в Елеополисе прямо какой-то. А шо ж там было? Жрец подносит фараона, который должен как бы отождествлять умирающего и воскресающего бога. Он подносит способность ходить, способность говорить, способность действовать. В героглифике это обозначалось рукой, ногой, языком. А они перевели, как он подносит части тела. Вот видишь, почему то же самое случается переводанной Библии, то же самое случается переводанной Библии. Вот знаешь, Евтолстой, его трипиоцент. А вы знаете, что Меркатор, вот этот, который нарисовал эту карту, который для географии сделал столько же, а может даже больше, сколько Менделеев для химии, сколько там Эйнштейн для современной науки, сколько там первооткрывателей, которые открыли континент. Вот Герхард Меркатор, это один из таких великих людей, но он был в одном теософском эзотерическом обществе, которое занималось переводом и изучением древних писаний. Оттуда он и взял карту Гипербореи. Вот в его картах, я смотрю, он компилировал как географические открытия, которые были ультрасовременными на его время, так и древние карты. Почему? Он смотрит. В древних картах есть обе Америки. Поплыли, нашли, есть. В древних картах есть Антарктида. А уже ученые там, вернее, не ученые, мореплаватели вокруг плавали, да, что-то такое есть. Но он смотрит древние карты, на них Гиперборея. Ну, наверное, и она есть, он думает. Но она уже там на его время затонула. Но он это не знал. Карты смотрит, есть и есть, и начал перерисовывать. То есть он много взял с древних источников. Если разобраться за других таких же, то, например, есть теории, что и Колумб плыл не на Абум далеко, и никакая не Индия, а что конкретно у них были карты, ну, это отдельная история. Одна из историй говорит, что у него была древняя карта, и он был по этой древней карте, потому что он знал, что он искал материю. Но пока все это теории. Куда он плыл, зачем он плыл? Я лично рядом с ним не был, я не знаю, что там было. И тут вопрос в том... Это, по крайней мере, была официальная теория, для чего именно стоит листок. Да, это официальная теория. Но здесь возникает, чему я хочу верить. Вот, например, я хочу... Вернее, на основе вед. Я знаю, что была древняя культура. Я в это верю, как бы мне эта тема близка. Я беру данные о том, что у него была карта. Кто-то не хочет в это верить. Кришнаиты хотят верить, что вот Чайтанин воплощался, и якобы Чайтанин во сне пришел к Колумбу, и Колумб плыл туда. А я кришнаитам говорю, а неужели Чайтанин не мог сказать, как для него доходить? Что ж Чайтанин так Колумба к себе позвал, что Колумбу в другой конец мира заходил? Так может, наоборот, Колумб испугался? Зачем ему это верить? Не знаю. Трудно сказать, зачем он там ушел. Но это отдельная история. Факт в том, что одна из знакомых, то есть любимая Гетхарда Меркатор, попалась инквизитором. Они ее закопали. Живел. Насколько я помню, то есть я тоже рядом там не был, но текст об этом читал. Данные о Житие Меркаторе можно и в интернете найти. Я находил в библиотеках городских, одесских. И вот там есть, что сделали как такую тонкую трубочку туда к ней в гроб. Она была закопана за Житие Меркатором. И поп подходил периодически и говорил, Еретичка, отрекаешься от сатаны, отрекаешься от своих всех этих идей. Полностью отрекись полностью, тогда выкопай. Стоп, даже не помню, может он даже не предлагал, чтобы выкопать. Точно помню, что он периодически подходил и говорил ей, чтобы она отрекалась. И вот так в конце они даже эту трубочку закопали, и она там умерла в страшных мухах. Потому что она пыталась переводить Библию. А тогда было запрещено переводить Библию у католиков только на латыни. И я почему начала это? Вот так же Илья Толстой, да. Как ты перевел вот эти иерогнику, точно правильные, когда это было бы правильно, сделать издание правильных переводов, вот так, текстов. Вот, например, ведоман ведомо стрихлебов, за которого вы говорили, что вам не нравится его позиция, а инопланетян. Мне нравится, я ее не воспринимаю сознательно, потому что я ее по иканам не видела. Я тоже их не видел, Жакин. Поэтому верить не могу. Как бы если взять ведическую науку, то там описываются разные локи. Локи – это планеты. Современная наука доказала, то есть, что там планет миллиарды. Есть даже научно высчитанная степень вероятности, по которой там должна быть жизнь. А это только биологическая совместимость нашей. А если учитывать, что есть разные варианты жизни, то сто процентов там все должно. То есть, нашей жизнью не может быть. Только на каждой отдельной планете формируется отдельный биологический вид, способный рушить только условия потенциала. Хорошо, и я чуть-чуть тогда как бы перефразирую. Существа, которых мы можем увидеть. Существа, которых мы можем воспринять. Мы можем увидеть, можем пощупать, хоть как-то понять, что это существа. Нет, если где-то жизненная форма даже нашего уровня сознания на основе растения или на основе кристалла, нам будет тяжело понять. А если какая-то творынка, пусть там шестиногая, двадцати, там какая-то, не знаю, с рожками, с хвостиком, и она умная, она что-то делает, мы поймем, что это разумное существо. Нам так легче. А есть вообще живые существа, которые сделаны из такой материи, они через нас могут проходить, они тоже материальны. И мы материальны. Но они не видят нас, мы их. Мы в разных фазах находимся. Поэтому ко мне инопланетяне не прилетали. То, что они есть, сто процентов, я уверен. Нет, то, что они есть, однозначно, но они не могут быть биологическими родителями, у нас есть будущих, правильно? Ну, я как бы это с чуть-чуть другой точки зрения хотел зайти, что он, например, вот читая Евангелие, нашел там, что Иисус говорит сатане после поста вот этого сорокодневного, когда Иисус совершал аскезы, постился, молился, и сатана его искушал постоянно. И в конце сейчас говорят как? Уйди от меня. А вот Ведогор Трехлебов нашел старый текст, где Иисус говорит, иди за мной, сатана. Представляете, насколько это... Это совершенно другой уровень. Или Иисус предстает перед нами, как такой вот непонятный человек, который всего боится, говорит, «Ой, сатана, уходи от меня быстрее тут! Я боюсь, чтобы ты меня искушал!» А почему? Подожди, здесь Лавады бывает, где он изменяет беса за количество людей, если не переселяет их с ней, то есть он управлял сатаной, не было бы ни ул. Ну, как бы там он не сатаной управлял, а только бесами. А здесь он, мало того, что сатану не изгоняет, он говорит, «Хорошо, представь ты себе, сатана его сколько времени мучил, всякие ему испытания, всякие ему это вот...» Иисус воспринял это как радость. Говорит, «Ну, хорошо, помог мне так в Аскезе, иди за мной, то есть дальше, помогай в Аскезах, там, все...» И кроме того, он его еще таким путем призвал на путь духовного развития. И Иисус идет к Богу, и сатана, «Давай, иди за мной!» А интересно, если еще разобраться по апокрифам и по древним текстам, то тот, кто там имеется в виду под словом «сатана», это был Его. Это демон Крымды. Он известный в славянских текстах. И вот если взять тайную книгу Иоанна, то будет понятно так. На одной из планет высшей мерности, то есть Вселенная в одном из вариантов предстает перед нами как пирамида. Вот на нашем уровне она такая очень плоская, очень большая. Вниз она сужается, таманские миры. Вверх она тоже сужается. Но вот если в адских мирах конкретизируется больше тьма, в высших мирах конкретизируется свет. И там на самом высшем уровне практически несколько существ только уже присутствует. А вот есть множество такое, много разных существ. Свет смешан, тьма, духовное развитие, деградация, люди, демоны, боги. И вот так оно тут у нас все смешано. А в следующей мерности над нами там уже чуть света и просветленного и могущественного существ побольше. И Егова, значит, пришел к Богу планетикой. И говорит, хочу быть вторым после себя. Хочу быть, управлять этой планетой. Так честно и просто, но хочу. Да. Бог ему говорит, не имеешь ты таких качеств, у тебя нет силы любви. Так что я не хочу тебе это качество. Небеда раз. Про мадаму скажешь. Один педвен сидит и читает энциклопедию. Любовь – это биохимическая реакция мозга, которая вызывает вложение. Я еще лучше слышал. Ученые выяснили, что любовь – это болезнь. В общем, чтобы не терялась мысль. Да, извините. В каком-то смысле я даже хочу согласиться и с теми двумя высказываниями. Почему? Потому что то, что сейчас понимаю под любовью – это чисто половая привязанность, как правило. Это в действительности болезнь, когда человек смотрит на всех остальных только с точки зрения наслаждения половых органов. это психическая болезнь. Но как любой в высшем плане она к этому не имеет никакого отношения. И то, что сейчас люди путают – это ужасно, конечно. Вот Бог ему говорит – не имеешь качества, чтобы управлять с ним. А его выначе – ну хочу. Вот такой, знаешь, не могу, но хочу. Как маленький ребенок, который… Бог ему говорит – хорошо, дам тебе такую возможность. То есть это тоже показывает очень высокий уровень того Бога. Он мог бы сказать – не, не дам-то. А он наоборот дал Его для того, чтобы Его мог понять, что он не имеет этого качества, чтобы он мог развиваться, ну то есть понимать, для чего это было сделано. Его стал как премьер-министром. Ну, я привожу слово премьер-министр, чтобы было хоть как-то понятно, кем он стал. Как премьер-министром на той планете. И он там, значит, говорит одному тоже, члену правительства. Можешь свои обязанности исполнять намного меньше, за это ты мне будешь должен. Другому говорит – сделай мне то, за это я тебе спешу еще чего-то. Он начал такое торгашество, начал такие интриги прести. В конце он создал свою банку, взял свой заговор. Они хотели сбросить Бога и занять там власть. Езус и Кей – это два возвышенных живых существа. Один – это вселенская мудрость, другой – вселенская любовь. Иисус и Иисус – это его воплощение потом. Кстати, вот, например, здесь в книге я привожу древнекельский рельеф. Вот, смотрите, это древнекельский рельеф. Ему 2500 лет. Он официально хранится в Париже, в Глубле. Это изображение Иисуса дохристианства. Это официально есть, но вы об этом слышали? Это по телевизору показывают? Нет, нам говорят, вот, один раз Иисус пришел, Он за нас там помен на кресте, вот мы должны быть христианами, все такое. Любой христианский проповедник на образе Иисуса, на страданиях Иисуса паразитирует. Но не говорят, что Он воплощался задолго до этого. Вот это тоже на виду. Даже вот эти масоны, которые правят миром, они же данные не скрывают. Просто они понимают, что сейчас зверюшки настолько тупые, что они все равно этого не поймут. Поэтому самое главное, они всегда везде на виду хранят. То есть, Иисус и Кий – этот заговор раскрыли, и Егову с его приспешниками выгнали с планеты. У них забрали часть силы, там много чего другого, все это здесь описывается. А до этого еще Егову облюбовал одну из планет уже нашего уровня. И он там описывается, как он ее преобразовывал, как он там своих тварей разнообразных создавал, как он там над своими помощниками тоже издевался. То есть, они были тонкоматериальными существами, он их заставил стать биологическими существами. Им сначала это не нравилось. Есть все эти описания и в апокрифах, и отчасти это даже очень хорошо согласуется с редами. И если так будет возможность, то можно будет сделать такую книгу, которая будет кусок ред, кусок христианского апокрифа. И это просто более детально покажет всю эту историю. Ну, вот такие справа. То есть, Егову это на самом деле демон. Он к Богу не имеет никакого отношения. Но с другой стороны, я понимаю, что многие под именем Егову понимают Аху. Почему? Я вот как-то видел свидетельницу Еговы одну такую. Она очень примитивного сознания. Практически не понимает, что я говорю. Но она даже своё не понимает. Я хорошо с ней поговорил. Знание Библии на нуле практически. Ну, вот эта вот вера, Бог поможет, там, верой в Бога, вот в таком духе. И вот, да, она верит. Это тоже, хоть такое оно как-то примитивное, но тоже хорошо. И она верит конкретно в Бога. Вместо того, чтобы там деградироваться. То есть, это уже хорошо. И когда я меня спросил, кто такой Бог для тебя? Как она мне сказала, это тот, кто создал Вселенную. Это тот, кто любит меня и заботится обо мне. То есть, она сказала про Всевышнего. Но если как бы ещё с другой стороны к этому подойти, то с одной стороны понятно, что Его вы это демон, с другой стороны также понятно, что Всевышний даже иногда принимает от нас то поклонение, то служение, которое мы делаем ему, называя его неправильным. Но если мы осознанно понимаем, что это не имя Всевышнего, что это имя демона, то зачем нам называть Всевышнего? То есть, уже исходя из отношений ко Всевышнему, мы не будем так объяснивать. Это один мой знакомый сделал перевод санскрита, а я написал здесь комментарий, сделал такой уже более литературный. Это такая тоже брошюрка, сделанная по мотивам моих занятий по АО «Ар-Асси», которые были на Коблевской 5 ещё 3-7 назад. Отписывает нашу письменность. Та книга, которая сейчас будет издаваться по письменности, там будет 600 с лишним страниц, потому что будет такой объёмный труд. А здесь оно более-менее, как по чуть-чуть. И вот начало захвата. Да вот этот текст, который Рождеслав тоже показал. Это тот, который я зачитал. Только это он в маленьком виде таком сделан. Её можно воспринимать как практический материал к переводу и изучению АО «Ар-Асси». Это учебник, это практика. Не то, чтобы там передо мной, или перед ним отчитываться, просто стану для себя. Вот я это изучаю, я это читаю, и насколько я это понимаю. И кроме всего прочего, такая вот поэтическая штука такая вот, и она передаёт не только дух прадедов, как мысли их, и как они воспринимали мир, как они вот... Ну, такая очень интересная такая штука. Ана, Рождеслав, подойди, пожалуйста. Поскольку ты этот текст изучаешь, я хочу, чтобы Всевышний благословил тебя за ещё большим знанием. Я прошу, чтобы ты зачитал вот эту фразу. Вот эту вот? Да. Вот, 39-40. Ана, Рождец, Сау-Сау-Сау. А не страшится, нас, мара, не жила Но устраши нас, не ходжа драгою праве, право нам разное. Она хочет вести меня. Часто для лучшего понимания текста пелось отдельно по словам, потом целым текстом. То есть здесь говорится как бы, не устрашит нас смерть и не устрашит нас жизнь без близких наших. Но устрашит нас, если мы не будем идти дорогой прави, ибо правда нам родна. Она истекает исправие, а мы из нее. Наша суть – все прави, а мы все они. Как же сына отец, так нам прави и ешни собраи. Я это читаю, как в первом плаче. Нет, ты хорошо читаешь. Значит, как сыну, она… Онная. Онная. Ну, то есть она практически. Она. Истекает исправие. Истекает исправие. И… Сейчас я заново тогда зачитаю. То есть сороковый, по-моему. Пропоешь ли? Да можно просто, чтобы время не тратить. Она истекает исправие, а мы истекаем из нее. Как сыну отец, так нам прави и вышний всеславный рак истинный. Как дочери и мать, так нам прави, вышние, освящающие вселенную своим светом и дарующие нам воссоединение с истиной и светом и ясностью. То есть прави – это одно земное всевышнее. Прави – это его сила и слава. Шакти, как и Господь. Кстати, я не знаю, осознаваю или не осознаваю, но сделала очень общее благочистливое дело. Говорите. Потому что в Венах, как и одна из духовных практик, упоминается чтение ведических писаний в разных местах. Сколько? То есть получается, что ты читаешь дома, ты там постоянно читаешь. Вот я взял сюда, приделся, здесь зачитал. Я еще хочу в конференцию одну прочитать. Скайп-конференцию. Я понимаю. Просто там это будет по-другому. Там это в плане проповеди. Здесь, в конкретном плане освещение, это один из способов духовной практики. Я очень надеюсь на то, что после того, как мы почитаем его там. Молодя. Надеюсь на это, что мы перейдем уже на другом уровне. Надеюсь. Я только за. То есть я там на конференции ясно написал, что я свою волю изъявил, создав эту конференцию и сказал, давайте будем изучать. Там мне больше не надо. То есть я это изъявил свою волю. Пусть теперь все остальные изъявят свою волю. А то там просто будет как привидение на конференции существовать. Я их удалю. Потому что там надо полосок двухсвязь делать, и поэтому не больше двадцати человек. Там все должны быть живые. будь в школе. Учащиеся. У́юма работает. Да. УчащиесяGHT? Учащиеся. Я не знаю. Я знаю так, что,а некоторые планы такие очень. Тогда вот конкретно я делаю, но как правило большинство каких-то мероприятий, я просто так живу приблизительно по принципу во Всевышний Рад, дай мне возможность исполнить наставление Духовного Учителя, пошли туда куда надо проповедовать и дай что делать, приблизительно так. Хорошо, тогда я буду так в обратную сторону, у меня воля Всевышнего Рад, я здесь делаю объявление, говорю, ребята, можно делать такой тренинг по вырезанию каких-то вещей, потом звоню тебе, ребята, разобрать, мы по-настоящему, я могу по-настоящему, 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 приезжай, пожалуйста. Конечно, это воля Всевышнего, и это ваша воля к развитию, это прекрасно, я всегда готов, но есть одно ограничение, то есть если я нахожусь на Украине или в Одессе и просто идут рядовые ослабления, все такое, то я могу или временно не проводить ослабление, или кому-то дать возможность проводить, приехать, здесь делать все, что надо. Если, например, я уехал в Россию, и там они меня конкретно пытают, проводим занятия, все, то оттуда какое-то время я уехать не смогу, поэтому это как бы желательно согласовываться. А ты его так зарядил, что в принципе и маленького количества хватает. Я не знаю, что ты с них сделала, но ты что-то сделал до 100%. Это в течение волшебной песни, но это не просто шесть. Может быть танк, но что-то здесь было, я четко я осознаю, что что-то здесь было нестандартно. Мой номер есть вот здесь вот, визитку я вам давал. Да, они, конечно.